Уважаемые друзья, как вы уже знаете, Министерство юстиции отказало в регистрации Организационному комитету партии Алга Казахстан. Не буду остановиться на том, что мы будем оспаривать данное решение в судебном порядке. Хотелось бы обратить внимание, для чего создается оппозиционная партия Алга Казахстан. После регистрации мы будем участвовать в выборах с целью вхождения в состав парламента, где мы будем отставить общеказахстанские интересы. Мы будем принимать активное участие в улучшении благосостояния казахстанцев, а не отдельных олигархов. Сегодня большинство граждан страны выживают, получая за свой тяжелый труд оплату в виде прожиточного минимума 37 389 тенге. Вы только представьте, что по неофициальным данным в 2021 году количество людей с доходами ниже прожиточного минимума в Казахстане составляет более полутора миллионов человек. Это каждый 12-й гражданин нашей страны. В современном Казахстане нельзя прожить на так называемом прожиточном минимуме. Задумайтесь, когда вы последний раз покупали понравившиеся вещи не в кредит. Некоторые люди берут кредиты, чтобы погасить административные штрафы. Многие берут кредиты, чтобы купить элементарно продукты питания. Разве в этом выражается забота государства? Разве так мы войдем в число развитых стран? Наступило время изменить. Нужно менять нашу жизнь в лучшую сторону. Но без вашей поддержки это невозможно никак. Давайте вместе менять Казахстан и развивать его. Вступайте в инициативную группу и поддержите партию Алга Казахстан. Прием данных осуществляется через телеграм-бот Алга Кизитбот и в ватсапе по номеру 8705-617-48-83. Алга Казахстан. Алга Казахстан. Алга Казахстан.